Здравствуйте! В эфире программа «Подробности» и сегодня у нас в гостях начальник Рязанского почтамта Ольга Дворецкова. Здравствуйте, Ольга Владимировна! Здравствуйте, Марина! 12 июля отмечается День работников почтовой связи. Это довольно молодой праздник. Расскажите, пожалуйста, когда он учрежден? Это достаточно молодой праздник. В этом году будет отмечаться 21 год. С его установления 12 июля отмечается праздник День российской почты, который действительно будет отмечаться всеми сотрудниками Почты России. Расскажите, пожалуйста, о структуре главпочтамта. Сколько работников у вас на настоящий момент трудится? Где в районах наверняка много почтальонов сейчас, да? Рязанский почтамт имеет следующую структуру. В него входят город Рязань, Рязанский район, Рыбновский район и Старожиловский. В Рязанский почтамт входят 96 объектов почтовой связи. На данный момент два из них передвижные. Трудятся на предприятии более тысячи человек. Из них около 700 человек – это почтальоны, а остальные – операторы, начальники отделения почтовой связи. Дню почты к празднованию Дню почты. Может быть, какие-то особенные поздравления или события, конкурсы для почтальонов? Что-то такое ожидается? Конкурсы для почтальонов и для операторов, они у нас проводятся в течение года обычно. То есть это профессиональные праздники. Как правило, отмечается этот праздник тем, что проводятся итоговые совещания, где имеет место награждение сотрудников, которые отличились во время работы, которые долгое время работали на предприятии. Награждения проходят у нас губернаторскими наградами областной думы, городской думы. То есть поздравления получают достаточно большое количество людей. На настоящий момент, в век электронных технологий, большое ли количество корреспонденции главпочтамте? За 2014 год статистика следующая, что простых писем у нас обработано порядка 7 миллионов. Доставлено, принято, отправлены в другие регионы. Заказной корреспонденции около 5 миллионов. Посылок у нас и входящих, и сходящих порядка 3 миллионов обрабатывается. Если говорить о доставке пенсии, то выплачено 2,5 миллиона пенсионных выплат и льготных выплат. Говорить о денежных переводах, то это порядка полутора миллионов у нас денежных переводов принято, обработано и доставлено. То есть достаточно большой объем идет и письменной корреспонденции, и посылок. Поэтому почта, в принципе, не угасает. А из года в год идет прибыль, приток корреспонденции, приток посылок. Так что почтальоны живут, почтальоны работают, и почта работает. И важность профессии до сих пор остается на уровне, престиж, особенно в сельской местности почтальонов очень ждут. И при таких объемах работы как справляются ваши сотрудники? Сотрудники справляются, на это, естественно, рассчитан штат. Надо сказать, что мы единственное предприятие, которое работает по всей территории Российской Федерации, даже в самых отдаленных и малонаселенных пунктах. Поэтому почта является, можно сказать, единственным связующим свином, несмотря на кибернетики, технологии. Но почтальона везде ждут. А при этом бумажные письма, как правило, приятнее получать, чем электронные, не так ли? Ну, я думаю, что да. Почта России одна из старейших в Европе, но праздник День почты учрежден сравнительно недавно, в середине 90-х годов. Каким значением он для работников почты обладает, этот праздник? Действительно, этот праздник был учрежден в 1994 году. На тот момент уже почтовая отрасль выделилась как самостоятельная отрасль. И, конечно, почтовым служащим, сотрудникам почты очень приятно иметь свой профессиональный праздник, потому что престиж, естественно, поднимается. То есть есть лишний повод, когда можно наградить отличившихся сотрудников, но это достаточно приятно. Если говорить о структуре почтамта, то он менялся в течение истории? Конечно. И менялась структура почтамта, и менялись классности отделений. То есть где-то сокращались, где-то открывались дополнительные отделения связи. Но мы не стоим на месте, мы как бы ищем всегда перспективы развития и доходности предприятия, при этом сохранить хотим. Поэтому все течет, все изменяется. И в преддверии праздника хотелось бы, наверное, поздравить сотрудников? В преддверии наступающего праздника очень хотелось бы поздравить всех сотрудников ирязанского почтамта, и сотрудников почтамта в других районах, также сотрудников управления, то есть весь тот огромный коллектив почтовой связи, который есть в Рязани и Рязанской области. Пожелать им огромного здоровья. Конечно, хочется сказать огромное спасибо всем сотрудникам почтовой отрасли, которые трудятся, которые несут нелегкий свой труд. Спасибо им огромное за их работу и за верность профессии. Труд действительно тяжелый. И вы говорите о верности профессии. Действительно, те, кто выбирает профессию почтальона, наверняка чувствуют какое-то призвание, как врачи или учителя. Как думаете, почему люди продолжают выбирать именно стезю почтальона? Ну, наверное, так же, как и во всякой отрасли, действительно есть какое-то призвание у человека. Потом ведь у нас очень много трудовых династий в этой отрасли. У нас на главпочтамте центральным отделением заведует начальник отделения. Мама ее тоже была, в свою очередь, начальником этого отделения. У нас на селе очень много преемственности. То есть, когда родители служили на почте, а их дети продолжают оставаться преданными этой профессии. Поэтому призвание есть призвание. Хотелось бы уточнить, какое количество на настоящий момент сотрудников, поточнее, в районах и в городе. Исправляются ли они со всеми объемами, которые вы обозначили? С объемами они справляются. Я еще раз говорю, что сотрудников у нас более тысячи. Если точно говорить, то на данный момент это 1300 человек. Из них, я уже сказала, что это 700 человек, это почтальоны. Остальные являются операторами и начальниками. Какие услуги на настоящий момент оказываются в главпочтамте гражданам? На данный момент почтовая связь оказывает порядка 82 услуг. Из них основные почтовые услуги – это приемы, обработка заказной письменной корреспонденции. Финансовые услуги – это переводы. То есть, достаточно большое количество различных видов переводов у нас существует. Также мы принимаем коммунальные платежи. У нас есть курьерская доставка, есть ЕМС-отправление. То есть, весь перечень можно получить в любом отделении почтовой связи, в информационном материале. И, насколько я понимаю, в последнее время много нововведений. В частности, улучшается логистика. Какие мероприятия проводятся, чтобы оптимизировать работу почты? Мероприятия проводятся следующие. Если смотреть, даже еще год назад у нас письма, которые внутриобластные, они отправлялись через Москву, сейчас сокращен срок доставки. Они обрабатываются непосредственно в Центре по обработке почтовой связи в городе Рязани. То есть, мы уже не отправляем их в Москву, а обрабатываем здесь и доставляем по области. Мы еще раз поздравляем сотрудников почты с их профессиональным праздником. Увидимся с вами в следующих выпусках. С вами была Марина Комиссарова. Редактор субтитров А.Семкин